Комитета Всероссийской Арктической Литературной Премии имени Виталия Семеновича Маслова Николай Федорович Иванов и председатель жюри Всероссийской Арктической Литературной Премии имени Виталия Маслова русский советский писатель, публицист и педагог участник первого праздника Дня Славянской Письменности и Культуры 1986 года Владимир Николаевич Крубин Друзья, знаете, что вспомнилось? Вот я еду к себе на Пряньшину по трассе и около Калуги есть Тихонова пустынь я сворачиваю, я знаю, что там есть родник я приезжаю к этому роднику, наклоняюсь испить воды а стоит рядом бабушка, и она мне говорит ты неправильно пьешь воду из родника я говорю, почему? ну вы, наверное, в городе слишком много чего плохого видели и слышали перед тем, как пить родниковую воду вы, пожалуйста, помойте глаза и помойте уши вот вы знаете, глубокий смысл в этих словах, в этом пожелании Мурманск родник нашей духовности Мурманск, вот отсюда начинался путь в нашу духовность я не побоюсь этого сказать здесь, здесь, духовная безопасность нашего Отечества сегодня по всей стране проходят праздники в честь нашего дня но, еще раз говорю, первые шаги были сделаны здесь и Союз Писателей России этого никогда не забудет я кланяюсь от имени Союза Писателей России я кланяюсь руководству города я кланяюсь всем жителям потому что вы сохранили вот эту традиционные духовно-нравственные ценности отсюда все пошло и отсюда пошел наш славянский мир, возрождающийся и вот сегодня передо мной, рядом с нами, со мной стоит человек, который в 86 году был среди тех первых милые люди, милые хозяева этой великой земли вообще, Мурманск, величайший город это великий наш страшный усыпный северный предел ведь вот он еще в самом деле, он еще навсегда в историю войдет как возобновитель этого прекраснейшего, величайшего, нужнейшего праздника для умного настроения, для души, для сердца потому что все в мире создано Словом Словом созданы небеса, вода, земля мы все люди, Словом это главное богатство нации не нефть, не ест, не зло главное богатство нации язык язык более всего надо беречь беречь надо язык и терпать из родников и народного мудрости и былины, сказания, предания из золотого слова Святослава и Слополку Игоря и от Пушкина, от великих наших поэтов, писателей и это не обязательно вот как шли мальчишки мальчишки шли, прям слезы высекали я думаю, вот идет будущее России вот это будущее России и нам, старикам, радостно и легко идти к Богу потому что есть на кого оставить Россию есть на кого передать наши хорубьи, наши знамена наши надежды, нашу веру передать от отцов, дедов и сказать это в такой солнечный, прекрасный день который нам подарил Господь Бог сегодня с праздником, милые, с праздником, дорогие дай Бог вам всем всего самого доброго спасибо за субтитры Алексею Дубровскому спасибо за субтитры Алексею Дубровскому